Предстоящая бессрочная забастовка учителей не на шутку взволновала не только политиков, но и также родителей. Разумеется, их можно понять, потому что они задаются вопросами, как, например, означает ли, что школа будет в это время закрыта, означает ли это, что ребенок не сможет туда пойти, и вообще, что будет, например, также со школьными обедами. Ведь для многих семей это одна из немногих возможностей, когда ребенок раз в день может получить горячее питание. Вопросов много. Давайте попробуем найти на них ответы. Решение о проведении бессрочной забастовки было принято Союзом Работников Образования после того, как все предыдущие попытки достичь договоренности о повышении заработной платы учителям на 11% не увенчались успехом. У многих родителей сразу возник вопрос, куда девать своих детей на этот период, если педагоги в школах будут бастовать. Нужно понимать, что забастовка учителей – это их законное право. Но это не означает, что вход для ребят в учебное заведение на то время будет полностью закрыт. Это право каждого работника решать, участвует он в забастовке или нет. Ни о каком закрытии школ в принципе речи быть не может, потому что это противоречит позиции международной организации труда, которая говорит, что даже если есть один работник, который хочет работать в то время, когда все остальные бастуют, ему нужно предоставить это право. По словам Хари Талега, есть довольно широкий спектр вопросов и относительно того, кто именно имеет бастовать в данной ситуации. Поскольку переговоры шли о зарплате учителей общеобразовательных школ, то педагоги этих образовательных учреждений имеют право на участие в забастовке. Другое дело относительно детских садов и правтехучилищ. По мнению советника госпримирителя, тут есть определенные нюансы. В их заработной плате переговоры не велись, они эти вопросы не рассматривались в ходе примирительной процедуры. Так что с точки зрения государственного примирителя, они не имеют отношения к этому коллективному трудовому конфликту, который охватывает именно учителей общеобразовательных школ. Госпримиритель напомнил учителям, что бастовать они должны именно на рабочем месте. Это требование проистекает из логики закона, который позволяет участвующему в забастовке работнику отказываться только от исполнения своих прямых рабочих задач. Что же касается школьных обедов, то, как сказал Хари Талега, забастовка касается прежде всего педагогического персонала, а не других работников школ, как, например, поваров. Из-за этого следует, что школа должна обеспечить условия, чтобы ребенок даже во время проведения забастовки был бы в тепле и чтобы он был бы накормлен. Понятное дело, что забастовка принесет очень много неудобств и проблем. Но прежде чем осуждать решения педагогов, может стоить вспомнить, из-за чьих решений они готовы пойти на такой непопулярный шаг. Сергей Овченков, Роман Васильев, Петр Юлевайн. Новости Таллина.